Эта пандемия только усилила ряд тенденций, которые проявлялись ранее. Можно было, конечно, подготовиться и лучше. Крубль упал. Люди начали менять деньги в доллары и почему-то захотели их вывезти из страны. Страна находится под санкциями, присутствует высокая степень недоверия к российским деньгам. Наличными деньгами все-таки пришлось запастись. Кто-то не справился с этим вызовом, а мы смогли. Доброго времени суток. Это Николай Усков и Forbes Carantine. Разгорающийся кризис и обвал цен на сырье делают перспективы российской, да и мировой экономики весьма туманными. На этом фоне инвесторы уже разогнали цены на защитные активы. Так, впервые за 8 лет цена на золото выросла до 1700 долларов за унцию. Куда в текущих условиях стоит инвестировать деньги, чтобы сберечь капиталы? И везде ли ждут наших? Наши спикеры сегодня. Арнолий Клерк, партнер частного холдинга «Ламбар ОДИЕ Групп» и управляющий директор группы. Арье Зорин, глава представительства «Банк Крамер Москва». Алексей Потапов, директор инвестиционного департамента UFG. Добрый день, друзья. Рад видеть всех в добром здравии. Господин Потапов, давайте начнем с вас. Готовы ли были вы к кризису, если к нему можно было, конечно, подготовиться? И как помогли клиентам пережить первые самые трудные месяцы карантина? Да, ну, я скажу так. Как всегда, можно было, конечно, подготовиться и лучше. Но мы в значительной степени действительно смогли подготовиться к тем событиям, которые произошли в конце февраля и в марте. Поскольку даже без влияния, собственно, той пандемии, которая началась с Китая и распространилась по всему миру, вызвала, собственно, экономический кризис. То есть те уровни фондовых индексов, уровни рисковых активов, которые были достигнуты в начале года, в январе, и основной пик как раз пришелся примерно на 19 февраля, когда СНП установил очередной исторический максимум. Собственно, уже в то время начали распространяться и сведения о том, что расползается новая пандемия по миру. На тот момент не было понятно, конечно, что это обретет такой глобальный характер. Тем не менее, мы успели подготовиться, каким образом? Мы просто-напросто продали довольно-таки много, сократили довольно сильно экспозицию в рисковых активах, то есть распродали много акций, достаточно много облигаций неинвестиционного уровня и довольно-таки в значительной степени на очень многих портфелях вышли в кэш. То есть на момент начала, собственно, обвала на рынках в марте этого года, в среднем, наверное, по портфелям у нас уровень кэша был на уровне 25-30%, что, в общем-то, очень сильно много, да, но мы готовились все-таки к какой-то глубокой коррекции, не готовились к тому, не были готовы, скажем, к тому, что такой индекс как S&P 500 сможет упасть на 34%. Тем не менее, за счет того, что было такое защитное позиционирование, и в то же самое время, еще с прошлого года мы наращивали долю такого защитного инструмента, как, например, золото, На текущий момент мы воспользовались, да, вот этим восстановительным ростом на биржах, на фондовых индексах и в том числе и в таких защитных активах, как золото, прибавили к нему к тому же серебро. На данный момент можно сказать так, что по итогам первого полугодия этого года некоторые портфели у нас уже находятся в плюсе, некоторые в таком легком минусе, то есть по большому счету мы, я могу сказать так, что с кризисом, да, вот этим финансово-экономическим, медицинским, да, так сказать, мы в течение первого полугода в целом справились. В дальнейшем, конечно, нужно будет развить ту динамику, да, которую мы своим клиентам обеспечили, ну, начиная с апреля месяца. Спасибо. Ну, мы поговорим еще о том, как будет формироваться стратегия во втором полугодии, потому что очевидно, что кризис не заканчивается, а, возможно, только начинается, и мы пока не понимаем его параметров. Ну, мне хотелось бы сейчас обсудить то, что случилось, да. Господин Леклерк, что обстоит, как обстоят дела в Швейцарии, в вашем банке? Добрый день. Наш банк в неплохом состоянии. Наша задача в основном заключалась в том, чтобы сохранить обычный режим работы. Ситуация, конечно, экстраординарная, но мы должны были сделать так, чтобы наши клиенты этого не почувствовали. Это, во-первых. Главным образом, для этого требуется надежная IT-структура, которая способна продолжать работать, даже если 90% ваших сотрудников выбыли. Вторая задача, и мы не ожидали с ней столкнуться, заключалась в том, что необходимо было обработать рекордный объем средств и сделок клиентов. В этом году поступал огромный поток средств, и клиенты осуществляли множество сделок. Справиться с этим было непросто. В целом, первое полугодие для нас получилось очень успешным с деловой точки зрения. Теперь относительно инвестиционных портфелей. Конечно, они тоже пострадали. Но мы ожидали V- или U-образный график показателей на финансовых рынках. Поэтому мы решили отказаться от продажи большинства портфелей. Мы решили подождать, и это решение оказалось верным. Ситуация на данный момент такова. График на ряде рынков напоминает графический символ квадратного корня. То есть экономика восстановилась, но не до конца, с отставанием в 5-10% от докризисных цифр. Наши московские коллеги тоже наблюдают стабилизацию своих портфелей. Более чем 50% доверенных нам активов мы можем распоряжаться полностью по своему усмотрению. В таких случаях мы не просто выступаем брокерами, а можем сами разрабатывать и реализовывать стратегии, а также распределять активы. В то же время ряд наших клиентов предпочитает более тактический подход. В их интересах нам приходилось держать больший объем наличных средств, чем раньше. У нас есть банки в Гонконге и в Сингапуре, и мы видели, что творилось на азиатских рынках. В силу этого мы заранее начали предпринимать шаги, чтобы обеспечить более осторожный подход к работе. Конечно, таких масштабов мы не ожидали, да и никто не ожидал. Но наличными деньгами все-таки пришлось запастись. В этой ситуации для тех, кто предпочитает тактическую игру, открылось прекрасное окно возможностей, и некоторые смогли им воспользоваться. В то же время большинство наших клиентов предпочли держать активы и ничего не делать. Когда у вас сильный баланс, а у Швейцарии, как известно, баланс всегда очень уверенный. Госдолг достаточно низкий, примерно в 40% от ВВП. Так вот, в сравнении с многими европейскими странами, у нас все было очень стабильно. Когда в мире происходят значительные изменения, куда вы обратитесь, чтобы чувствовать себя спокойно и в безопасности? Конечно, в страну номер один по стабильности. А в этой стране вы обратитесь в стабильный банк с сильными резервами и без внешнего долга. И вот теперь, когда экономика уже почти вышла из кризиса, становится очевидно, кто полез на глубину без скафандра. У нас такой скафандр был, и поэтому мы все это время находились в сравнительной безопасности. Удивителен тот факт, что у нас за это время было открыто рекордное количество новых счетов. Как раз в этот ключевой момент мы попросили компанию Fitch подтвердить наш рейтинг. В конце марта наш рейтинг AA- был подтвержден и признан стабильным. В целом, могу сказать, что с этим кризисом мы справились достаточно успешно. Чем вы объясняете такой приток клиентов в такое кризисное полугодие? Один из важнейших факторов – это стремление избавиться от рискованных активов. Если вы держите активы в финансовом институте или стране, которые, как вы считаете, подвержены высокому риску и влиянию волатильности, вполне естественным с точки зрения любого человека будет желание избавиться от таких активов. Это совершенно нормальный рефлекс адекватной сложившейся ситуации. Второй фактор – куда переносить активы? Здесь в дело вступают фундаментальные вещи, составляющие основу любого баланса. И я не говорю здесь о чистой оценочной стоимости. Каждый может увидеть, что наш баланс очень устойчив, что у нас нет внешнего долга. Совершенно логично, что именно такие характеристики банков привлекают клиентов. Кроме того, мы приняли все возможные меры к тому, чтобы сохранить обычный режим работы. На тот момент информационная сфера бурлила. Звучало огромное количество советов, предлагались всевозможные инвестиционные и брокерские услуги. Ситуация беспрецедентная. Все наши сотрудники работали из дома. Лично мне повезло, я продолжал ходить в офис и наслаждаться, проводя целые дни один в пустых помещениях. Сотрудники же, хотя и оставались дома, продолжали выполнять свои обязанности в нерабочие часы. Присутствующие здесь коллеги наверняка знают, какими требовательными бывают клиенты банков. Они желают, чтобы мы всегда были рядом и могли дать им совет. Мы частный банк, мы гордимся этим статусом и мы способны обеспечить своих клиентов соответствующим отношениям. Особенно в кризисное время, когда внимание для них особенно важно. Кто-то не справился с этим вызовом, а мы смогли. Это была наша естественная реакция, быть рядом, когда мы нужны клиентам. Спасибо. Господин Зорин, позвольте перейти к банку Крамер. Какова ситуация у вас? Как вы пережили эти первые самые тяжелые месяцы кризиса? Я могу повторить почти все, что сказал мой коллега из Ломбар. Могу просто добавить, у нас тоже был большой поток клиентов. Ну, относительно, естественно, мы меньше банк, у нас не те активы, как в Ломбаре. Но нас отличает тот факт, что мы находимся в России. То есть у нас есть специалисты в России уже два с половиной года. И, как правильно заметил мой коллега Арно, надо быть близко к клиентам. И, если я не ошибаюсь, я, может быть, один из редких, если не айтистов, в Панктирию, в Плюцаре, который во всю пандемию был в Москве физически. И в начале пандемии мы еще встречались с людьми. Даже когда мы не встречались, тот факт, что они знали, что я был где-то рядом, это тоже показывало, что у нас есть очень сильное намерение работать с России и играло свою роль. Но больше, я думаю, играло роль тот факт, что Швейцария действительно является неким стабильным местом. И так получилось, что тот психологический момент в марте, когда рубль упал, люди начали менять деньги в доллары и почему-то захотели их вывезти из страны. Я не могу сказать, что это было огромное количество денег для клиентов, мы же все видим в нашем мале, но относительно к другим периодам это было видно. И, конечно, можно было поменять свои деньги, остаться в том же Альфа-банке, открыть еще где-то, но они почему-то посчитали, что им комфортнее, чтобы это было не растято. Третий момент – это то, что, может быть, тоже имеет отношение к ситуации с самой пандемией. Швейцария была одна из первых, первая или вторая страна по всем рейтингам по борьбе с этой пандемией. И я думаю, что это тоже играло какую-то психологическую роль. С точки зрения вот самого банка, я не знаю, сколько у нас в доверительном управлении, 50%, наверное, меньше, но в доверительном управлении мы были позитивны. На самом деле мы сейчас позитивны и были позитивны, в всяком случае, в фиктингом портфель все это время. Я думаю, что мы вошли в этот кризис более консервативно, чем другие банки в Швейцарии. Какие факторы сейчас будут определять положение тех или иных активов? Если мы говорим про красочную перспективу, то мы по-прежнему вынуждены наблюдать за тем, как развивается ситуация с пандемией, поскольку новостной фонд предоставляет нам огромное количество поводов для различных спекуляций. Будет ли вакцина найдена, если будет найдена, то когда, через месяц или только через два года. Вторая волна заражения, которая началась в некоторых европейских странах в США, продолжает развиваться в, скажем так, в Латинской Америке, в некоторых азиатских странах в Африке, дает повод задумываться о том, что будут опять введены некие локдауны, карантинные меры. В то же самое время уже понятно, что они не будут настолько масштабными, как, собственно, при первой вспышке. Поэтому не факт, что влияние на динамику фондовых рынков будет настолько же негативным. То есть я считаю, что оно уже не будет настолько негативным. И, наконец, мы имеем мощный фактор поддержки со стороны того, что этот кризис, наверное, уникальный. В том числе, да, в том плане, насколько мощные стимулы были влиты в экономику со стороны как монетарных, так и фискальных властей. Причем как в развитых, так и в развивающихся странах. То есть огромные вливания через программу поддержки той же самой федеральной резервной системы, триллионные. Огромные и очень быстро одобряемые пакеты помощи фискальной для населения. Прежде всего, конечно, в этом плане отличились Штаты. Но многие страны тоже очень масштабные программы стимулов внедрили. Предотвратив, да, как бы, в принципе, характерный для любого кризиса поток дефолтов. То есть как личных, так и каких-то корпоративных. И в этом смысле, ну, многие, да, такие уникальные вещи были внедрены. В том числе то, что федеральная резервная система впервые начала покупать в рамках вот этой помощи для экономики облигации компаний неинвестиционного рейтинга. Еще год назад, наверное, если бы кто-то сказал, что такое будет происходить, ну, согласилось бы нам, по моему ощущению, процентов 15-20. Остальные бы сказали, что это полный бред. Тем не менее, что мы имеем сейчас то, что имеем. Поэтому, если как бы складывать, да, все эти факторы вместе и пытаться понять общую картину, куда мы движемся, то я думаю, как в краткосрочном периоде, да, на фоне того, что рынки действительно уже сильно отросли, и мы с вами видим даже по текущей дискуссии, да, среди коллег, что у всех примерно одна и та же ситуация, то есть удалось восстановить портфели, какие-то портфели уже даже в плюсе. Я соглашусь, кстати, с тем, что был приток довольно большой клиентов новых, и не буду связывать это с надежностью институтов, да, а именно это просто психологический, на мой взгляд, момент. То есть многие люди все-таки на фоне вот этого роста сильного, да, и тех негативных факторов, которые мы наблюдаем. То есть рост новых заражений, рост геоприотической напряженности между Китаем и США, в первую очередь, и приближающиеся выборы в Штатах, где, скорее всего, да, по вопросам общественного мнения, все-таки выиграют на этот раз демократы, краткосрочно мы имеем вот такой навес негатива, который должен привести к тому, что рынки скорректируются. Но если говорить более среднесрочно, то есть на перспективе, там, 12 месяцев до года, 12-18 месяцев, год-полтора, то те ставки по низкодоходным консервативным инструментам, которые мы имеем, та динамика все-таки восстановительная, да, в плане мировой экономики, в плане индустриального сектора, динамики развивающихся экономик и тех огромных стимулов, которые в том числе вбрасывают в свою экономику Китай, практически неизбежен дальнейший рост рынков акций. И в этом смысле я обращал бы больше внимания не на те секторы, которые сейчас аутперфомили рынок, то есть технологии здравоохранения, которые уже очень сильно показали рост, достигли новых максимумов на таком рынке, что казалось бы парадоксально немножко. То есть я бы ожидал как раз аутперфоманс со стороны таких секторов, как, собственно, промышленный сектор. И в этом смысле мне нравится больше, да, не американский рынок, а европейские площадки, европейский фондовый рынок, рынки развивающихся стран. И если переходить к другим активам, да, по-прежнему мы смотрим позитивно на золото, потому что реальные ставки будут оставаться очень низкими, отрицательными в ближайшие пару лет, это точно. Но еще больше, чем золото, мне нравится серебро, потому что серебро, скажем так, традиционно догоняет золото, да, и сейчас оно от него очень сильно отстало в плане своей стоимости, но при этом серебро является заодно и промышленным металлом. 55% спрос на серебро предъявляет промышленность. Соответственно, если мы ожидаем восстановления промышленности, индустриального производства, то серебро должно по своей цене догонять, а вот этот вот сокращать, да, свой разрыв в динамике от золота. В плане облигаций нам не нравятся государственные облигации разных стран, поскольку они уже не предлагают, ну, никакой реальной доходности, да, и в этом смысле они уже, скажем так, поменяли свою суть. Если они всегда считались так называемым защитным инструментом, да, куда можно вложиться, чтобы убежать от подобного кризиса, то я думаю, что вот этот кризис, он, наверное, последний, который, в течение которого, да, они смогли исполнить эту роль, потому что, по факту, при текущих ставках доходности, которые они предлагают, тот upside, да, тот рост, который они могут дать инвестору, он уже ограничен, а тот downside, то есть то, что инвестор может потерять относительно других активов, он, ну, не то, что не ограничен, но он уже очень велик, да, по сравнению с предыдущими действиями. Поэтому в секторе облигаций нам нравятся облигации инвестиционного уровня корпоративных эмитентов, где еще можно найти какой-то value, и нам нравятся облигации, если мы говорим про государственные облигации, нам нравятся облигации защиты от инфляции, то есть так называемые линкеры, потому что на горизонте, если не двух лет, то лет трех-четырех мы все равно в результате этих стимулов, которые сейчас вкачиваются в экономику, мы увидим рост инфляции в развитых странах, но еще до этого, так как рынки всегда думают наперед, мы увидим возрастание инфляционных ожиданий, что позитивно скажется на такого рода облигационных активах. И мы выборочно смотрим идеи в облигациях с кредитным рейтингом WB, конечно, тут выделяется американский рынок, потому что этот сектор в американском рынке поддерживается теперь еще и Федеральной резервной системой. Но и на другие регионы мы тоже смотрим, больше всего нам в этом секторе нравятся так называемые падшие ангелы, то есть те облигации, те имитенты, которые еще недавно были на уровне инвестиционном, в результате, соответственно, кризиса, их кредитный рейтинг был понижен, в следствии чего они сталкиваются с вынужденной распродажей из фондов, которые могут держать на балансе только инвестиционные бумаги. И в этот момент их как раз можно по очень выгодным доходностям, по очень выгодным ценам подбирать на рынке. И нам нравятся в среднесрочном периоде сырьевые товары, то есть мы ждем восстановления производственной сферы в силу тех факторов, которые я уже перечислил, поэтому мы смотрим позитивно и на нефть, и на газ, и на промышленные металлы. Понятно, что в краткосрочном периоде они могут показать какой-то негативный, либо боковой тренд, но в более среднесрочном, на горизонте одного года, я думаю, что это однозначно активы, которые будут расти. Спасибо большое за столь детальные рекомендации. Господин Леклерк, вы согласны с тем, что промышленные активы будут интереснее, чем высокотехнологический сектор в среднесрочной перспективе. Вообще вот с той картиной поведения тех или иных активов, инвестиционных активов на рынке, которую так убедительно показал нам господин Потапов. Не обязательно. Это очень сильно зависит от конкретного сектора экономики. Если у вас слабый рост экономики и ухудшаются макроэкономические показатели, а это мы видим даже в Китае, естественно, промышленный сектор пострадает из-за этого. Я во многом согласен с аналитическими выводами моего коллеги, однако мы по-прежнему отдаем предпочтение секторам здравоохранения и IT. Эта пандемия только усилила ряд тенденций, которые проявлялись ранее. Фундаментально ничего не изменилось, но некоторые вещи серьезно ускорились. Некоторые промышленные сектора, включая сельское хозяйство, конечно, будут продолжать расти, но другие, несомненно, пострадают, просто в силу низкого роста мировой экономики и снижения спроса. Как, например, если упадет спрос на автомобили, снизится и спрос на сталь, пострадает металлургический сектор и так далее. Такие тенденции уже заметны, несмотря на то, что ситуация в целом выправляется, как я уже говорил, в форме знака квадратного корня. Что нам сейчас нравится, это реальные активы. Речь не о прямых инвестициях. Мы уделяем большое внимание высоколиквидным активам, фондам, которые инвестируют в компании, чьи акции не торгуются на бирже. Такие компании, как вы знаете, до сих пор составляют до 60% рынка Европы и США. То есть, если у вас есть инвестиционный портфель, и вы вкладываете в фондовый рынок, фактически вы вкладываете только в 40% от всей экономики. Вот тенденции, которые мы заметили давно, но сейчас они становятся все сильнее. В некоторой степени может быть интересна недвижимость, выборочно, конечно. И мы видим неплохой потенциал у инфраструктуры, строительстве дорог, других коммуникаций, а также у телеком-сектора. Чтобы поддерживать экономику, и в частности тот самый промышленный сектор, о котором говорил мой коллега, нужно вкладываться в инфраструктуру. В США, например, железные и шоссейные дороги находятся не в лучшем состоянии, если сравнивать с Европой. И такие инвестиции очень востребованы. Другой хороший пример — это Германия, где достаточно длительное время инвестиции в инфраструктуру придерживались. Но сейчас принято решение вложить в нее очень значительные средства. Вот с такими активами нам очень нравится работать. Все еще интересно работать с золотом, но вложениями в него нужно активно управлять. Нельзя просто положить золото в сейф и забыть о нем. Обычно мы держим до 6% золотых активов в инвестиционных портфелях, чтобы их сбалансировать, однако не стоит чрезмерно увлекаться золотом. Тем не менее, мы рады работать с ним. Если говорить о развивающихся странах, которых коснулся мой коллега, есть интересные варианты инвестиций в Китае. Однако в целом, хоть китайская экономика и занимает второе место в мире, активы, составляющие ее, обычно имеют невысокий вес в портфелях и считаются не слишком перспективными. Можно сказать, что Китаю сейчас не помешало бы подстегнуть свою экономику инвестициями. Это одна из важнейших тем, которые сейчас проходят на заднем плане. Пожалуй, даже более актуальная, чем грядущие выборы в США, которые, разумеется, интересуют всех и каждого. А на фоне всего этого продолжается борьба за стратегическое лидерство между Китаем и США. Многое из того, за чем мы следим, стоит на кону. Китай в настоящее время набирает все больший вес в мире и международной политике. Многие годы он не был серьезным игроком, несмотря на всю мощь своей экономики и огромное население. Серьезные факторы. И вот сейчас Китай приобретает очень серьезное влияние по всему миру. Например, в Африке, а также продолжает важнейшее партнерское сотрудничество с Россией. Все эти моменты, несомненно, влияют на оценку будущих инвестиций. Таким образом, можно сказать, что при долгосрочном планировании мы руководствуемся показателями финансового рынка, макроэкономикой, а также геополитическими тенденциями. Ведь ваш вопрос казался и дальней перспективы, а не только планов на ближайшие 12 месяцев, если я вас верно понял. Такова наша оценка на перспективу. Другой важнейший фактор для нашего банка, Ломбардье, если говорить о вложениях в акции, это инвестиции, связанные с устойчивым развитием и социальной ответственностью. Сейчас в мире происходит настоящая революция в области устойчивого развития, выдвигаются зеленые инициативы. Об этом много говорят, эта тенденция тоже усиливается. На протяжении многих лет на этом поприще принимались недостаточные меры, а сейчас ситуация меняется, в том числе и в политическом поле. Мы видим, что в ряде стран все большее влияние приобретают зеленые партии. Естественно, эта тенденция не может не повлиять на инвестиционную политику в таких странах. Мы в Ламбародье уже предприняли очень важный шаг. Во всех наших исследованиях, особенно касающихся инвестиций в акции, теперь учитывается фактор социальной и экологической рациональности. Многие компании, включая промышленные, уже поняли тенденцию, другие же пока отстают. Мы полагаем, что это не просто широкий жест вежливости. Здесь кроется не только забота о природе и желание сохранить экологию, хотя и они, конечно, тоже. Мы считаем, что компании-пионеры этого направления в дальнейшем будут более прибыльными и успешными. Они будут более широко субсидироваться и пожнут богатый урожай благодаря сегодняшним инвестициям и политическим решениям. Принципы устойчивого развития запустили революцию и будут являться локомотивом экономического развития. И вложения в такие компании будут очень существенными на европейском и американском рынке. Конечно, в зависимости от того, кто выиграет президентские выборы в США, но в Европе совершенно точно. Кроме того, и в Китае сейчас делаются серьезные шаги в этом направлении. Всем давно известно, если Китай принимает решение развивать какой-то аспект своей экономики, темпы этого развития обычно значительно выше, чем в демократических странах Запада. Хорош ли такой подход или плох не имеет значения, но он есть и действует. Фактор устойчивого развития будет важен для инвестиций в капитал и через год, и через два, и через много лет. Спасибо. Один уточняющий вопрос, возвращаясь к выборам США, господин Потапов предполагает, что у демократов есть существенные шансы победить на этих выборах. Как вы полагаете, изменится ли взаимоотношение США и Китая? Прекратится ли торговая война вслед за приходом демократического президента в Белый дом? Я, как вы понимаете, банкир. Политические вопросы не моя область компетенции. Могу только сказать, что тенденция к ожесточению борьбы за лидерство никуда не уйдет. Она отчетливо просматривалась уже при президенте Обаме. Ведь это именно Обама и Хиллари Клинтон, а вовсе не мистер Трамп, решили, что геополитический центр мира теперь находится в Тихоокеанском регионе, а не в Европе. Борьба за экономическое лидерство не прекратится. Она может временно ослабнуть или усилиться в зависимости от того, кто будет сидеть в Белом доме, но это все-таки вопрос лидерства. Демократы в прошлом уже показывали, что их вполне устраивает статус-кво, при котором Америка номер один. Степень ожесточенности схватки между США и Китаем может быть различной, но эта схватка продолжится, вне зависимости от того, кто будет избран следующим президентом. Ваше видение, поведение разных активов и что будет интересно, что вы будете рекомендовать вашим клиентам, на что бы вы обратили внимание. Мне особенно хотелось бы подчеркнуть просто те моменты, которые сейчас прозвучали в разговоре. Да, это оценка высокотехнологических активов, медицинских активов и одновременно промышленных, индустриальных, сырьевых. Что будет интересно в среднесрочной перспективе? Это оценка государственных облигаций. Они интересны или они низкодоходны и, соответственно, в ближайшее время будут менее притягательны для клиентов. Это оценка серебра, золота. И, наконец, ваш прогноз в связи с предстоящими действительно выборами в США, как на них отреагируют рынки. Не то, что я не хочу отвечать на ваш вопрос напрямую, но мне больше интересуют, например, технологии, которые позволяют прийти к такому более, скажем, эффективной защите. Например, вот в нашем заверительном управлении мы употребляем только ETF, которые, как вы знаете, они являются самым недорогим, скажем, инструментами. Они позволяют огромную диверсификацию в тех секторах, которые выбираем. И это для нас более, скажем, важно, чем конкретно давать глобальные рекомендации, как перейти в одно направление или в другое направление. Я думаю, это вопрос, который решается индивидуально с клиентом относительно его понимания аппетит к рискам и так далее. Я думаю, со мной согласится, соглашаться мои коллеги. Тут просто вопрос подхода. И что касается выборов греканской, я тоже не являюсь никаким ни политиками, ни прогнозом. Я тоже согласен с ОРНО, что есть глобальный тренд. И если смотреть на что, что будет через год, через два, вот такого существенного мнения, скажем, на то, куда надо инвестировать, я не думаю, что будет. Я думаю, что эта пандемия, наоборот, она нам показала, что даже в абсолютно стрессовой ситуации пока что прошли 3-4 месяца. Ну, конечно, вот да, есть кризис, но пока что как-то мировая экономика, она еще стоит. Я не могу сказать, что все, она уже себя разрушила. Спасибо. Вы блестяще ушли от большинства моих вопросов. Это тоже важная и сильная сторона любой банковской деятельности. Господин Потапов, давайте поговорим о специфике российской ситуации. Страна находится под санкциями, присутствует высокая степень недоверия к российским деньгам в мире. Что вы сейчас рекомендуете вашим клиентам, как им себя вести на международных рынках в банковской сфере? Вы знаете, слава богу, именно наших клиентов, то те санкции, которыми нашу страну активно обкладывали начиная с 2014 года, они, скажем, не сильно релевантны. Всегда можно показать источник происхождения средств, отчеты 3НДФЛ, отчеты о продажах недвижимости и прочее, прочее. Когда, например, человек решает по каким-то причинам покинуть один банк и перевести свои активы в другой, здесь мы чувствуем, да, что, например, по сравнению с тем, как было 5 лет назад, да, 7 лет назад, вот сама эта процедура из-за compliance процедур, она затягивается. Но, опять же, я не могу сказать, что это вот прямо из-за того, что у нас клиенты российского происхождения. На мой взгляд, это в целом, да, такой общий мировой тренд. Compliance стал таким левиафаном, да, скажем так, в финансовом мире. Монстром, который пожирает, забирает на себя огромные человеческие ресурсы с целью, да, соблюсти все постоянно усложняющиеся регуляторные моменты, которые вводятся регуляторами по всему миру. Спасибо. Господин Леклерк, вот господин Потапов говорит о том, что при недоверии, существующем недоверии к российским деньгам, все-таки достаточно легко работать. Как обстоят дела в ламбар с российскими клиентами? Сложнее ли проводить процедуры compliance, больше ли к ним придирок? Как вы вообще оцениваете ситуацию в швейцарских банках в вашей группе? Для нас клиент клиент, да? Неважно, если он русский или не русский. Единственное, что нас интересует, хороший ли это клиент? У нас есть русскоговорящие сотрудники, в том числе и один швейцарец в цюрихском офисе, который как раз занимается вопросами compliance. Наши сотрудники обслуживают российских клиентов в Цюрихе, в Женеве, Лондоне и Лексенбурге. Позволю себе не согласиться с коллегой из UFG. Реальность сейчас такова, что все богатые семьи, в том числе европейские, чаще всего живут сразу в нескольких странах. Например, отец в России, мать в Израиле, сын и дочь в Лондоне. Это справедливо для семей любого происхождения. Мы живем в эпоху глобализации. Кто-то может поехать на учебу или на работу в Великобританию, кто-то открыть стартап еще в какой-либо стране. Главный вопрос тут не в том, держать ли свои активы в родной стране или вне ее. Сейчас в мире все открыто и прозрачно. Вопрос тут в том, способен ли Private Bank предложить клиенту такую платформу, на которой можно было бы держать счета и активы в разных странах. Например, отец живет в России, но у него есть еще и паспорт Кипра. Вы понимаете, двойное гражданство. А активы он держит в Лондоне. Вот что мы должны предложить. Это современный уровень банковского обслуживания. Конечно, важен и вопрос понимания национальной культуры. Например, в России мне часто говорят «Арно, ты наш, но ты не наш». То есть я способен понять, что нужно моим русским клиентам, но все-таки остаюсь для них аутсайдером. И вот здесь мы должны предложить сочетание лучших черт обеих культур. Теперь относительно инвестиций. Честно говоря, на мой взгляд, российские клиенты не отличаются от любых других. Некоторые из них консервативны, другие приходят с очень сложными запросами. Разумеется, у русского и швейцарца различное понимание политических и экономических рисков. Мы делаем на это поправки. Могу сказать, что наши российские клиенты чаще бывают взыскательными. В первую очередь они желают сохранить свои активы и подходят к этому очень серьезно. А когда русский говорит «кроме шуток», понимаешь, что шутки тут действительно неуместны. Кроме того, у клиентов обычно имеются счета в нескольких банках и они очень хорошо умеют сравнивать. В общем, когда клиент размещает у нас свои активы, перед нами встает задача подстроиться под запросы и собрать для него индивидуальный инвестиционный портфель. И русские клиенты, пожалуй, особенно требовательно подходят к этому вопросу. К примеру, русский клиент обычно соглашается на более высокую долю золотых активов в своем портфеле, чем предпочел бы другой европеец. Также русский клиент более открыт к приобретению облигаций развивающихся рынков, в том числе и русских, ведь этот рынок ему хорошо знаком. Европеец, например, с осторожностью отнесется к предложению вложиться в Газпром, потому что не знает и не понимает особенностей рынка и опасается санкций. В общем, русский клиент обычно требует более индивидуального подхода. Вопрос же российского налогового резидентства уже не столь важен. Сам бизнес обычно остается в России. Как и любой другой клиент, русский заработает больше денег в своей родной стране. Деньги, которые приносят в ваш банк в поисках стабильности, не должны лежать мертвым грузом, а банк не должен упускать возможность пустить их в дело. Лучший способ сохранить деньги это заставить их работать, вкладывая в разнообразные активы. Очень важно предлагать услуги, которые помогут в этом. Есть, однако, сложность, которой мы пока еще не коснулись. Большинство наших российских клиентов заработали свои капиталы 20 и более лет тому назад. Я сам начинал работать в России 25 лет назад, и мои друзья из тех времен уже не молодые люди, как и мне им за 50 или даже за 60. Перед нами встает вопрос, а что дальше? Кто дальше? Следующее поколение их семей зачастую живет уже не в России, а вот бизнес остается там. как сохранить свои активы и диверсифицировать их, как разделить их между детьми, чтобы одному достался бизнес, другому какие-то средства и так далее. а решение должны предложить мы. Вот здесь и кроется самый серьезный вызов. Деньги, которые заработаны во время большого рыночного бума 90-95 годов, что будет, когда они перейдут к следующему поколению? Если вы давно в бизнесе и вам уже 60 лет, вероятно, вы уже хотите отдохнуть от дел. Ведь заниматься ими в России очень тяжело. И вот у вас уже есть красивая яхта, вы хотите проводить на ней побольше времени, а управление своим бизнесом передать в руки детей. В целом, прогноз в такой ситуации положительный, поскольку дети таких людей обычно очень хорошо образованы. Причем, те, кто остался в России, если позволите мне такой комплимент, часто образованы лучше тех, кто уехал в Лондон. Разумеется, не всегда и не везде, но, к примеру, математику в России преподают превосходно. С какими же можно столкнуться трудностями. Скажем, за последние 5-10 лет многие российские бизнес-модели претерпели заметные изменения. Безграничный либерализм 90-х и 2000-х закончился. Эти сдвиги очевидны. И, как и в любой семье, нет никакой гарантии, что желания и планы детей совпадут с видением их отца. Разумеется, это естественный ход событий. Наш банк был создан в 1796 году. Сейчас во главе его уже шестое или седьмое поколение руководителей, так что подобные вызовы нам очень хорошо знакомы. Не существует универсального рецепта для подобных ситуаций, но у нас достаточно опыта. Любой может столкнуться с трудностями такого рода. У меня самого четверо детей, и вполне возможно никто из них не станет банкиром, разве что один из моих сыновей, который проявляет интерес к моей работе. Остальные точно не пойдут по моим стопам. Так что же делать дальше? А вот что. Нужно посоветоваться поделиться с людьми, которые исповедуют те же ценности и сталкиваются с теми же вопросами. И как же передать свои дела детям? Возвращаясь к инвестициям, я иногда имею дело с семейными кланами и вижу, как старшие члены семьи выделяют младшим небольшие портфели, чтобы те могли осваивать дела на практике. Приведу вам пример одной российской семьи. Ее глава, очень консервативный человек, редко занимался инвестициями и предпочитал держать деньги в наличных, золоте, депозитах и облигациях. На пике кризиса он позвонил мне и сказал «Арно, мой сын хочет заняться финансами. Как ему изучить этот вопрос? Как научиться?» Я посоветовал ему даже не передать сыну средства, а дать ему доступ к части своих активов. Это совсем разные вещи. После чего мы назначим молодому человеку советника, который поможет ему освоить финансовое дело. он очень умный юноша, получил высшее образование в России и MBA в США. Вот вам та самая ситуация, с которой мы и начали. Главный вопрос не в том, держать ли деньги в стране или за ее пределами. Каждая семья сталкивается с этим вызовом, и мы стараемся помогать всем. Мы частный банк. Мы сами сталкиваемся с проблемой смены поколений, которых, как я уже сказал в истории Ламбафа-Дье уже было шесть или семь. Это очень важный момент. Поверьте, сегодня большинство клиентов обеспокоены перспективами экономики в условиях кризиса. Вы задали очень хороший вопрос, и в нем кроется суть, а что будет дальше? Если я сойду со сцены, справится ли мой сын или дочь, как научить их правильно распоряжаться делами? Вот что сегодня по-настоящему важно. Наш разговор стал масштабнее. Я начал с вопроса отношения к русским деньгам, русским капиталам за границей. В результате вы рассказали о поведении ваших клиентов. Много достаточно любопытных вещей, особенно применительно к детям. Но тем не менее, господин Зорин, я начну с вопроса об отношении к русским капиталам, существуют ли двойные стандарты, но вы также можете прокомментировать все, что господин Леклерк сказал, потому что это тоже любопытно, сходя из вашего опыта, посмотреть на поведение, отношение к тем или иным счетам, к детям в семьях ваших клиентах. наш банк он по-моему единственный банк который открыл представительство в России за последние семь лет из швейцарских банков много закрыли сократили и это не случайность я сам родился в Советском Союзе и у нас в нашем банке есть два из трех основных акционеров опыт которых в России больше чем 25 лет поэтому у нас реально есть очень сильное желание и понимание работать в России второй момент это то что я сам был адвокатом до того и занимался в том числе вопросами комплайнса со стороны клиента ситуация была реально тяжелее чем сейчас тяжелее не потому что то есть правила были легче но банки некоторые банки на тот момент еще не были готовы что касается нашего банка мы вот последние три года очень активно работали в том числе и с нашим комплайнсом его учили и наши отношения с ним с комплайнсом зашли до уровня где мне кажется что у нас действительно стало очень спокойно относиться к развитию России у нас сегодня в банке есть четыре страны но с Россией у нас и в Женеве и в Цюрихе есть две активные команды которые работают и на сегодняшний день у нас кроме того что мне кажется довольно быстро мы открываем счета если не говорить о ПЭПах то есть о политике я думаю мы там за пару недель открываем счет может быть три можно иногда даже быстрее какие-то транзакции то есть мне кажется что за последние полтора года у нас стала очень хорошо работать эта система что касается то что Арно говорил о семье ну у нас тоже как как Ломбар наш банк тоже старый мне кажется даже старше если смотреть на какие-то исторические книги вот и естественно мы тоже рассматриваем клиентах не не сегодня а на несколько поколений вот и действительно сегодня очень много клиентов не все но очень много из них живут в разных странах естественно надо как-то все со всеми со всеми работать и понимать где и как кому лучше но то что мы тоже обозреваем это то что как сказал Алексей в регионах подход другой и мы пытались продолжаем пытаться работать с регионами я несколько раз был в Новосибирске в Сочи в Екатеринбурге и всяких других городах я честно скажу это это сложнее чем чем в Москве потому что ну во-первых в Москве люди уже имеют опыт работы с банками но больше чем скажем в Новосибирске или там еще где-то так но с другой стороны я думаю что им интересно когда мы приезжаем так далеко и кстати это возможно в том числе потому что у нас есть офис в Москве и мы можем за несколько часов прилететь куда-либо почти в России это тоже им нравится ну я не могу сказать что там развитие уже супермасштабное но я все-таки чувствую что несмотря на то что они им сложнее скажем работать с странными банками все равно я чувствую что есть интерес с другой стороны есть тоже Дальний Восток Хабаров Владивосток они как-то больше они ближе к Сингапур чем к Швейцарии и у нас в Сингапуре нету но мне кажется что все-таки Россия скажем клиенты в России поскольку даже те кто находится в регионах у них есть тоже очень часто дома в Москве или Питере они часто бывают в Москве и они тоже проявляют интерес поэтому конкретно ответить на ваш вопрос по поводу скажем плохого рассказать ну не что что россияне не welcome я думаю что это неправда во всяком случае не у нас и я могу сказать что всегда это человеческая натура всегда мы слышим что у кого проблемы он рассказывает а вот если у вас друг открыл счет или у нас или у Арно или еще у кого-то и было легко он вам не будет рассказывать ой я открыл счет и за две недели открыли счет он скорее вам расскажет что вот у меня были проблемы они мне мозги делали в течение там нескольких недель или месяцев и все не получилось это он будет жаловаться он всегда будет долго и громко поэтому да мы слышим больше о том как что-то не работает и мало о том что как работает вот и может быть мы сегодня здесь находимся чтобы напомнить что в принципе все работает и как сказал Алексей мы я думаю да есть такая бизнесовая скажем сторона в шуцарском банках может быть не во всех но я думаю многих и поэтому есть желание работать и понимание большое господин Потапов такой уже последний короткий вопрос я видимо его задам всем что мы уже достаточно долго общаемся когда вы ожидаете полную нормализацию экономики когда это случится в этом году или все-таки год-два еще понадобится я сделаю дисклеймер по поводу того что все эти оценки они там в условиях высокой неопределенности да как бы и могут измениться впоследствии но на данный момент я бы ожидал что в 21-м году мировая экономика должна вернуться либо может быть даже превзойти уровень 19-го года ну скорее скорее вернуться на уровень 19-го года и начиная с 22-го года по сути мы этот уровень уже будем превосходить господин Леглерк как вы считаете 21-22-е годы мы уже восстановились в значительной степени еще раз напомню о графике в форме квадратного корня но чтобы вернуть последние 5-10 процентов потребуется больше времени думаю на это уйдет по меньшей мере два года сейчас нам нужно быть очень разборчивыми при размещении инвестиций нельзя сказать что мы пессимисты ведь мы ожидали что после восстановления спроса и объемов потребления экономика в целом восстановится быстро но последние 5-10 процентов каждая страна будет набирать в разном темпе в зависимости от того как ей удалось приспособиться к новой ситуации какую политику она проводит какой у нее уровень долга полагаю в среднем это займет как раз примерно два года но темпы роста будут невысокие ниже тех к которым мы привыкли за последнее время спасибо господин Зорин как вы считаете 21-22 годы я думаю что 2021 но я соглашусь с Арно что мы уже много recover и если что касается наших клиентов и скажем клиентов не только наших клиентов тех вокруг этого стола я думаю что у нас у всех есть сегодня инструменты и идеи чтобы сохранить их активы и чтобы они росли в разумном порядке это что касается Private Bank что касается экономики то есть в каждом секторе я думаю что это будет это бы сложно сделать прогнозы пока что на сегодняшний день как я раньше сказал я не могу сказать что вся экономика в коллапсе все-таки много уже восстановилось и восстановилось относительно быстро то что будет в ближайшие год-два да будет будет кто-то больше восстанавливаться кто-то меньше я думаю есть то есть хоть много может поменять я думаю в ближайшие два года и но мы мне кажется что мы готовы продолжать работать большое спасибо друзья за этот интереснейший диалог спасибо будьте здоровы и оставайтесь богатыми это был Forbes карантин подписывайтесь на наши обновления на ютубе и будьте здоровы пока не забудьте Субтитры создавал DimaTorzok